Помните, реклама в 90-х годах, кажется, или начало 2000-х, заплати налоги? И же беспокойно. Беспокойно, да. Да, но дело в том, что срок уплаты имущественных налогов уже наступил. Да, об этом мы говорили в нашей студии, что до 1 декабря 2017 года владельцы квартир, домов, гаражей, земляных участков, автомобилей или иных транспортных средств должны были уплатить налоги за 2016 год до 1 декабря. Да, но вместе с нашим гостем мы разъясним вопросы по порядку, расчеты имущественных налогов и ситуации, с которыми может столкнуться налогоплательщик. Да, у нас в студии Татьяна Полохина, начальник отдела налогообложения и имущества областной налоговой службы. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Татьяна, да, да, вот тема нашего эфира самый короткий день, и мы всех спрашиваем, что бы вы хотели сегодня успеть сделать. Вот что бы вы хотели успеть сделать, побольше налогов собрать совсем? Побольше поработать, да. Побольше поработать, да. Как нам сказала... Вы крутоголик. Как нам Татьяна сказала за кадром, что она бы к нам тут с квитанциями пришла и рассчитала бы нас тут всех. Ну, давайте серьезно. Первый вопрос. Вот что делать, если не пришло уведомление и квитанция по почте? Ну, как обычно привыкли, да, все ждут? Да, как обычно все привыкли, ждут налоговое уведомление почты. На самом деле мы разослали все налоговое уведомление, завершили в конце октября. То есть ждать уже бесполезно, значит, вы его уже не получите. Во-первых, вы должны вспомнить, не регистрировались ли вы в налоговом органе, как налогоплательщик, как пользователь личного кабинета. Поднимаем пароль и ищем пароли. Пароли забыли, не нашли, но помните, что приходили. Приходите с паспорта в налоговую службу, в налоговую инспекцию, любую, какая вам ближе к работе, к месту жительства. В течение нескольких минут вам восстанавливают пароль и можете дальше продолжать работать с личным кабинетом. Также точно с паспортом вы можете получить дубликат своего налогового уведомления. Естественно, срок уплаты уже прошел, но не возбраняется прийти, получить дубликат и уплатить сумму налога. Но вот эта вот фраза «срок уплаты уже прошел» на людей пугает. Она думает, вот, да, вот, расскажите, что вот, если, да, ну, закупался. Как наказывать будете ремнем? Человек, может быть, на самом деле забыл, что он зашел, ждет, 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 и сейчас нас услышал, блин, накажут, думает. Расскажите, если. Ну, накажут, не накажут, но со следующего дня, конечно, числяется пение 1,03 от ставки рефинансирования в день. То есть вы, придя в налоговую инспекцию, можете получить как дубликат налогового уведомления, так и квитанцию на уплату пени. Затягивать не нужно, на самом деле, потому что уже ряду налогоплательщиков мы направили требования об уплате налогов. Срок исполнения февраль, а далее уже мы вправе обратиться к мировому суде за выдачей судебного приказа на взыскание в бесспорном порядке. Поэтому сайт госуслуг вам в помощь, вы можете там увидеть свою задолженность, перечислить через сайт госуслуг. Оплату можно сделать также в личном кабинете налогоплательщика в режиме онлайн. Зайдете, увидите сумму задолженности, сформировать квитанцию, распечатать или заплатить прямо там, либо любой банкомат, мобильный банк, очень много способов оплатить налоги, даже на почте. Да, и уважаемые наши телезрители, помогите, пожалуйста, своим мамам и папам, бабушкам, может быть, которые не могут с этим справиться, с техникой, не могут этого сделать. А вот давайте еще маленький вопрос на эту же тему, чтобы не пугать наших зрителей. Вот одна трехсотая процента рефинансирования. Одна трехсотая от ставки рефинансирования в день. Да, да, да. Вот сколько это, грубо говоря, там, ну не знаю, сколько обычно. На тысячу мы прикидывали, что-то 28-30 копеек в день. В день, да? Ну, вот, друзья, это не так много. Это на самом деле не так много, но это в день. Ну, это в день, день, день. Январские праздники плюс-плюс-плюс, и на самом деле, получается, какие ситуации, что налог-то человек заплатил, да, заплатил, позже пошел сегодня заплатил, а то, что там пенюшечка висит, он забыл. В следующий год он заходит в сайт госуслуг, видит пеню, и там вот эти вот копеечки опять платить банк, выйти в банк, формировать квитанцию, ну, некомфортно. Копейка рубль бережет, это всегда было, есть и будет. А вот, Татьяна, почему еще в уведомлении стоят несколько лет, допустим, налог за последние три года? Ну, потому что мы провели перерасчеты за 14-15-е годы, а к нам пришли новые сведения по Росреестру. То есть не было сведений, например, что вы приобрели в 15-м году земельный участок, либо не было его кадастровой стоимости, мы не могли рассчитать налог. Налоги мы пересчитали как в минус, так и в плюс, то есть уточнили сведения с ГИБДД, что вы продали эту машину, зарегистрировали продажу, а в 15-м году, в 16-м на сведения эти корректно не легли, ну, в нашу базу, у нас же разные базы, поэтому мы провели перерасчеты и в плюс, и в минус с учетом новых сведений, которые мы получили вот в течение 17-го года. То есть пугаться этого не стоит, если какие-то будут вопросы, обязательно обращайтесь через личный кабинет, через сайт Косуслуг, непосредственно в налоговый орган, который вам выдал уведомление, или по месту вашего, вот места жительства, где вы живете. И вот давайте еще один вопрос, чтобы успокоить уже наши телезрители. Вот всегда люди боятся вот это, идти задавать вопросы, да мне нахамят, да меня не пустят, я три часа буду стоять в очереди. Нет, ну, есть-то вот такой стереотип, и что вот я в интернете сейчас напишу, мне никто не ответит. Развейте все эти мифы. Нет, на самом деле, через сайт Косуслуг пишут, отвечаем. Единственное, что через сайт Косуслуг, когда получаете вы личный пароль налоговой инспекции, мы вас видим, мы вас идентифицируем, мы видим ваш паспорт. Сайт Косуслуг, он такой, закрытый, да, то есть любой человек, мы не знаем вас, то есть отвечая на сайт, через сайт Косуслуг вот на эти ответы, мы в основном направляем почтой, потому что ваша собственность, это закрытая информация, это налоговая тайна. Если вы обратились через личный кабинет, вы получили пароль с паспортом, то есть налоговый инспектор вас видел, ваш паспорт видел, ваш пароль идентифицировал вас, ну вот, индивидуально, и мы выложим ответ в скан-образе, прям в личном кабинете налогоплательщика, никуда ходить не нужно. Написали, можно на управление, можно на инспекцию, и там же точно получили ответ. Ну что ж, развеяли, не страшно. Заплатите налоги и живите спокойно. С наступающим Новым годом, спасибо за то, что вы к нам пришли. Ну, а я напомню, что у нас в гостях была Татьяна Полохина, начальника дела налогообложения и имущества областной налоговой службы.